Когда начнется новый учебный год и придется писать сочинение на тему «Как я провел это лето», славянским школьникам будет что вспомнить и написать. Около двух с половиной тысяч ребят в течение каникул отдохнут в туристическом лагере в станице Шапсукской Абинского района. О том, как городские дети осваиваются на природе, на что променяли свои гаджеты и телефоны и почему с радостью просыпаются в пять утра, узнали наши корреспонденты. Вот уже несколько лет подряд в лесу станицы Шапсукской Абинского района летом появляется настоящий палаточный городок, в котором на протяжении всех каникул кипит жизнь. Сюда вместе со своими учителями и родителями отдохнуть на природе, испытать на себе все прелести и тяготы туристской жизни приезжают школьники Славянского района. В данном заезде у нас находится 195 человек из трех школ. Это лице номер один, СОЖ номер 18 и школа номер 17. Дети разной подготовки от 13 лет и в среднем до 17. Поток в среднем длится от трех до четырех дней. Каждый расписан буквально по минутам. Дети не только отдыхают и наслаждаются общением с живой природой. По вечерам лагерь навещают еноты, а в пять утра вместо будильника поют птицы. Но и обучаются туристским навыкам. Изучают топонимические знаки, вяжут узлы, занимаются физподготовкой. Живем тут сейчас в Шапсуге, в палаточках ходят енотики. Можно сказать так, день у нас трудный и насыщенный. Подъем в семь часов утра, потом пробежка три километра, потом садимся кушать. Как всегда овсяночка. Еду дети готовят сами. Конечно, не без помощи взрослых. Назначаются дежурные, которые отвечают за порядок на территории лагеря. Моют посуду, помогают подготовить продукты для обеда. В день, когда мы приехали, в меню были плов, вареники с картошкой и даже десерт – торт «Муравейник». Мы чистим картошку для вареников. Будет у нас вкусный ужин и обед. Чистят картошку, помогают все. Работаем мы весело, дружно, все помогают. Готовим мы на весь лагерь. Мальчики нам носят коду, тоже помогают. В свободное время дети играют в варейбол, футбол, монополию. Ходят на экскурсии. О телефонах и гаджетах здесь даже не вспоминают. Ведь вокруг столько интересного и увлекательного. Сходили на замечательную прогулку, на экскурсию. Мы посетили Дальмен, мы посетили родник живой и мертвой воды. Прошли около пяти километров. Дети остались очень довольны, почувствовали себя настоящими туристами. По возвращению мы сварили очень вкусный борщ. После такой активной прогулки мы все вместе обсудили, что нам понравилось, обсудили дальнейшие планы. Потом мы сходили еще на свою экскурсию. Дети очень любят гулять, им очень нравится природа, они надышаться не могут этим воздухом. Я приехала сюда в качестве мамы, в качестве учителя. Уже не первый раз. Мы в прошлый раз ездили на один заезд. Решили, что это мало, потому что детям понравилось, только дисциплину мы наладили, только они вовремя влились в режим. Решили на два заезда. Детям очень нравится. Мы спрашиваем, хотят ли они домой. Нет, не хотят. У меня дочка тоже уже во второй раз ездит. Ей безумно здесь нравится. Мы теперь поняли, что танцы – это не наше. Нам не надо на танцы ходить. Мы теперь будем записываться на турслет. В рамках слета проводятся соревнования по прохождению туристской полосы, в том числе и скалодрома. На старт! Внимание! Марш! В соревнованиях принимают участие как опытные спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья», направления «Спортивный туризм», так и те, кто только делает первые шаги в этом виде спорта. Виталий Полывьян, учащийся в 18-й школе, туристское снаряжение, в первый раз одел только месяц назад и уже сейчас принимает участие в соревнованиях. На турслете, сборах, вот этих первый раз, ощущения очень хорошие, тяжелые тренировки. Бегаем каждый день по утрам, вечерам, отрабатываем элементы, навеска, скалодром. Это новый этап, насколько я знаю, в этом году. Вроде бы все получается, потихоньку идем к вершинам. Спортивный туризм – это достаточно травмоопасный спорт, поэтому в лагере круглосуточно дежурит медицинский работник. К счастью, за помощью к нему ребята не обращались. Я присутствую на всех соревнованиях, которые проходят у нас в лагере. Все необходимые медикаменты у нас есть для оказания первой помощи. И в случае необходимости я могу оказать первую помощь до прибытия скорой помощи. Турслет включает в себя не только спортивные состязания, но и творческие вечера. Перед сном ребята обсуждают любимые книги, поют песни под гитару. Школьники признаются, что уезжать им совсем не хочется. Каждый из них нашел здесь новых друзей и просто с удовольствием провел несколько ярких дней летних каникул. Ну, уезжать не хочется. На природе хочется еще, конечно, подольше побыть. Мы вот остались на два заезда, но мне как-то маловато. Хотелось бы еще подольше остаться. Уезжать из туристского лагеря не хочется и учителям, которые сопровождали ребят. Время, проведенное здесь, они, как и их ученики, будут вспоминать со словами благодарности тем, кто придумал и организовал такой вид летнего отдыха для детей. Мы очень рады, и дети, за такую прекрасную организацию активного отдыха, за такую хорошую организацию туристских соревнований. Очень комфортное проживание. У нас есть и электричество, и воду нам привозят. Очень комфортные условия. Дети могут и искупаться, и техника безопасности полностью соблюдена. У нас есть хорошие туалеты, и цена постоянно нас контролирует, спрашивает, какие у нас есть проблемы. Медик приходит, интересуется состоянием ребят. То есть это активный и безопасный отдых для детей. Спасибо. В палаточном лагере в станице Шапсукской отдохнут около двух с половиной тысяч славянских школьников. И наверняка каждый из них вернется домой с массой ярких впечатлений, зарядом бодрости и энергии на весь учебный год. Анна Монастыренко, Наталья Лях, Георгий Калинин. Программа «События».